Вы руководитель, пастор, как называетесь. Вот в войну американцы сделали такое исследование. Убили командира во время войны. Ну дальше-то что делать? И вдруг сержант выскакивает и повел в атаку. А лейтенант сидит в окопе, он сзади пошел. Почему? У лидера, оказывается, стали исследовать. Должно быть шесть качеств. Так, убери, а ты будешь по пальцам загибать. Пусть он поддержит. Юноша, подойди, подержи. Папа запомнит, когда пальчики свои загнились. По порядку начинаем. Аккуратно. Первое. У лидера должно быть развито воображение. То есть ты должен знать, с чем тебе сказали ехать сюда. Ты сразу прикидываешь, я еду туда, у меня шестеро ребятишек, денег нет, там продам, не продам. Как это будет? Все, что ты рассказываешь. У тебя воображение, и воображение поставило тебя на колени. Воображение открыло глаза твои для звездных ручьев. Ты должен до конца просмотреть, а будет у тебя не шестеро, а пятнадцать. И ты будешь работать как волк. И ты обязан, ты должен до конца смотреть. Не просто ребенок появился, а где-то поставить предел этому. Или уже работают, кажется, на трех работах. Воображение. Второе. Знание. Знание дела. Ну чем ты занимаешься? Допустим, строитель. Тебе нужно знать, как это сделать, где достать, какой цемент, как привезти, какой транспорт. Это знание. Третье качество. Умение. Одно дело я знаю теоретически, так виртуально. Другое дело я должен мастеров держать в руках. Я должен вести порядок. Здесь мое хозяйство. Я ему сегодня говорю, здесь твое слово должно быть в беспрекословном. Иначе это просто разобрались люди, потом подрастают, пойдут в мир. Тебя будут гнать. Что угодно может быть. Ты сегодня все поставь на свое место. А теоретически, безусловно, ты хозяин. Такое хозяин, слово которого должно выполняться беспрекословно. Притом эту власть Бог ему дал. Бог. Писание говорит. Вот как, Игнатий Игоревич, старшим, объясните, как? Очень просто. Если он верующий. Ну если скажут, а он уже веру потерял. Но где ты раньше-то был? Когда он поперек лежал, говорит, лавки-то, а не повдоль еще. Тогда надо было учить. Если Игорь Серахову говорит, сокрушай ребро его, пока оно молодо. Да будет сделавшись упругим, оно не восстало на тебя. И не сокрушайся криками, его Соломон говорит. Ибо ты его накажешь в розговоре, он не умрет. А потом будет благодарен. Вот у меня детский лагерь. Дети совершенно приезжают неизвестно откуда. У меня одно слово, одно движение, все-все выполняют. Не то, что я там диктаторствую над ним. Они любят это. Я им создаю стопроцентную защищенность. У нас нельзя не ругаться, не обзываться. И дети это понимают. Нельзя жаловаться. Нельзя во время игры девочке пальцем прикоснуться. Такое сокровище. Вот что вырабатывается. Но все девочки знают, мальчик это глава. Мальчик это хозяин. Это слово тверже камня. Он отец. Благословение отца созидает дом. Ты хочешь, чтобы у тебя был дом нормальный? Слушайся отца. Я сегодня отговорил. Мы вот пошли на улицу утром играть. У нас такое правило. У нас иконы есть. Но у вас, допустим, там физгармония какая. Мама где-то находится. Подойди к отцу к матери. Я думаю, на улицу выйти. Может быть другая вариация слов. Мы так три поклонок кладем и говорим. Папа, благослови. Бог благословит. Иди. Потому что всюду везде нечистые силы демоны. Священноописание нам говорит. Пал с неба великой ярости и горе живущим на земле. Написано. Откровение 12 глава. Ни шага. Чтобы ребенок, приходя из школы, он снова подошел, поклонился родителям. Это в Японии так. Все у меня благолучшая мама. Благослови меня дома позаниматься. За каждым делом обращаться к родителям. Они будут чувствовать полную зависимость. Без вашего слова они никуда. Это так принято было всегда в христианских семьях. Я ничего нового не придумываю. А то у нас так всегда делается. Вот в лагере дети приходят на берегу, дети купаются. И там на пирс. Когда пошли из лагеря, они три поклона положили, прихристились. Старшему благословите. А идут с воспитателем. Пришли туда, разделись с ними воспитателем. С воспитателем благословите. Бог благословит. Каждый заходит на пирс, значит начинает купаться. А они ничего не знают приезжать. И мы начинаем с новой стороны. Не кланяться, не молиться. И каждый день идут занятия. Ему дается определенное занятие, которое он должен делать. Дети каждый день загружены трудом. Не меньше четырех часов. Вот это вот оно у меня будет работать. Она не будет только бегать. И при том будет это делать с радостью. Вот бывает ребенок придуряется, так скажем. У меня целая система наказаний. Наказаний физических. А каких? Садиться за стол, у каждого должен быть платочек. Потому что у тебя есть нос, и надо потереть. Не руками размазать. Раз, я был. Он переоделся. А вот тополь за 300 метров. Он обязан селить за стол, а он бежит. Сколько он бегает, в рот ему уже не попало. Там второе подойдет. И он бежит, топольный листик сорвал, разного пользования. И ему память пришло через один день. Если он забывает одежду, а у вас ребятишки будут, если в другом месте жить, кто забыл там, на улице играл, забыл. Дежурная собирает и показывает. Чье это? А дети-то знают. Это Аленкина, это Анькина, Нюркина, это Мишкина. Так вот, ему надо взять эту куртку, бежать вокруг лагеря, три раза крутить и кричать, я забываю одежду за станом. А когда он бежит, а в это время все обедает. Он может к чаю поспеет. Все кончилось. Завтра ни одной вещи за станом не едет. И родители удивляются, сколько вещей он порастерял, то велосипед на улице. От меня приезжают, все дети все помнят, ни карандаша, ничего не забывают. Мы должны смотреть на эту жизнь, дети, очень серьезно. Нам других условий не будет, кроме тех, какие есть. Значит, мы отобрали три качества лидера, которые вам нужны. Первое, воображение. То есть заранее я должен охватить все, что возникнет. Слово «проблема» я не люблю и не произношу. Называется «нерешенный вопрос». Это американцы его навязали. Вообразить, как это будет, что будет, как будет сохраняться, как продолжаться, кому передается, ну, в общее направление. Потом я еще расскажу о четырех пунктах. Они простые, но их надо знать. Значит, нужно знать, нужно уметь. Вот мы уже, видите, как-то... Так же, четвертое качество – решительность. И ты решительный человек решил, порвал с Новосибирском, едешь сюда, не побоялся ничего. Это внутренняя решимость. И она у тебя есть. Но вот есть еще пятое качество, которое христианам, кажется, не относится – беспощадность. У тебя должна быть беспощадность какая к раздельдяйству, к недержанию слова. Человек в Америке, если пообещал, и он не выполнил, не привез что-то, его все исключают с деловых дел, он проговорит и не будет. А он рассказал, бумагу подписал, махнул, и ты должен быть беспощадным ко всяким недостаткам. Я сказал, так будет. И добейся выполнения его. Или не говори, пусть они творят, что хотят. Ты ему дал задание, пришел, вот у меня ребенок, он не выполнил, без обеда. Наказывая тело, золотой, говорит, мы вращуем душу, ибо душа крепко соединена с телом. Ты абсолютный авторитет должен иметь здесь. Слово твое настолько беспрекословно, не подается ни обсуждение, ничего. Отец сказал. И последнее качество, которое очень трудно приобретать, привлекательность. Привлекательность образа не в красоте внешней, внутренней. Тебя нету, но в любом деле, которое ты есть, в общине, ты как бы центр, эпицентр событий. Все говорят, а если бы был здесь Игорь, он как поступил бы? То есть они все время будут сравнивать, приравнивать к тебе, а тебя нет. Это привлекательность, абсолютно божественный дар. Есть руководители, 5к, 6к, у него все нормально. 6к, он суровый какой-то, там от него все разбегаются. Он беспощадный, может быть, совершенно беспричинный. Но нужно все делать соразмерно.